Средняя зарплата в Беларуси в августе достигла почти 845 рублей. В Гомельской области она составила около 760. О расширении видов экономической деятельности, которыми можно заниматься без регистрации предпринимательства, шла речь на выездной коллегии Гомельской областной инспекции Министерства по налогам и сборам. Уже к 18 существующим видам деятельности было добавлено еще 12 видов деятельности, которые позволят физическим лицам не регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей предприятия упростили ведение бизнеса на селе и в малых населенных пунктах. Как найти работу или открыть собственное дело? В Университете имени Сухого реализуют образовательный проект под названием «Успешное трудоустройство». 4 и 18 октября в Гомельском горосполкоме пройдут аукционы. На торги выставят пять земельных участков для продажи в частную собственность. А теперь об этом и не только. Подробнее. Средняя зарплата в августе в Беларуси достигла почти 845 рублей. До этого она составляла менее 830 рублей. Номинальная начисленная зарплата по Гомельской области составила около 760. В областном центре она превысила 790 рублей. Среди самых успешных районов в Мозырске почти 850 рублей и Речицке чуть менее 925 рублей. Ниже всего зарплата в Лоевском чуть более 560 рублей. Что касается отраслей деятельности, то самые высокие зарплаты у айтишников свыше 2500 рублей. И у работников горнодобывающей промышленности почти 2000. Самая низкая номинальная начисленная зарплата у рыболовов и рыбоводов – около 400 рублей. К другим новостям. Открыть парикмахерскую, печь торты, заниматься компьютерным дизайном. О расширении видов экономической деятельности, которыми можно заниматься без регистрации предпринимательства, шла речь в Жлобине на выездной коллегии Гомельской областной инспекции Министерства по налогам и сборам. Напомню, на минувшей неделе президент Беларуси подписал указ номер 337 о регулировании деятельности физических лиц. Заниматься деятельностью, для которой не нужно оформлять предпринимательство, стало возможным с 2009 года. Начинали с 8 видов. За несколько лет увеличили до 18. Сейчас их уже 30. В перечень вошли, например, реализация самостоятельно приготовленных кулинарных изделий, выполнение работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, парикмахерские и косметические услуги. Документ призван повысить самозанятость населения и снизить количество безработных. Условия деятельность нужно осуществлять самостоятельно, без участия наемных работников. Нет необходимости ввести какие-то учетные документы, иметь какой-то кассовый аппарат. Он как ремесленник, он, скажем так, своим ремеслом осуществляет эту деятельность. Те самые парикмахеры, те самые работники по ремонту обуви. Это их жизненная профессия, их ремесло. Поэтому пошли на расширение этого списка. И я думаю, что это не предел 30 видов деятельности. Сейчас в Гомельской области видами деятельности по заявительному принципу занимаются около 2,5 тысяч человек. Это третье место в Беларуси после Минской и Брестской области. В продолжение темы предпринимательства. Для индивидуальных предпринимателей предприятия упростили ведение бизнеса населения в малых населенных пунктах. Послабление касается сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Соответствующий указ номер 345 о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания подписал президент Беларуси. Изменения направлены на развитие этих направлений на территории сельской местности, малых городских поселений со средней численностью населения до 10 тысяч человек. Документ предусматривает возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для индивидуальных предпринимателей в размере одной базовой величины, а также иных упрощенных условий осуществления этих видов деятельности. Кроме того, предусматривается освобождение субъектов хозяйствования от НДС, налога на недвижимость, земельного и арендные платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Продолжаем выпуск. С опытными бизнесменами, представителями власти и промышленного сектора экономики помогли упростить задачу. Виктор намерен пойти в бизнес. Осталось решить, чем лучше заняться. Продавать настольные игры или выращивать раков. У меня имеются идеи, которые я хочу реализовать. И приходя на эти семинары, я хочу получить информацию, какое дело лучше открыть, как это сделать, ну и какую систему лучше выбрать. Также буду ходить до конца уже, пройдя весь этот курс полностью. И надеюсь, что после этого всего курса я смогу открыть свое дело и стать успешным в своей области. Чтобы найти свое место на рынке труда, важно понять, кто ты. Исполнитель? Тогда благодаря тренингам и семинарам можно научиться достойно и эффектно презентовать себя потенциальным работодателем. Или предприниматель? Тогда специальные занятия и бизнес-встречи помогут понять основные законы организации ведения собственного дела. Именно этому посвящен осенний блок проекта «Успешное трудоустройство. Дорожная карта». Открытие собственного дела – это один, можно даже сказать, основной ресурс для поиска работы на сегодняшний день. Мы рассматриваем эту проблему так, что люди, в принципе, должны понимать, что сегодня для того, чтобы трудоустроиться, нужно еще и создавать свой бизнес. Поскольку мы знаем, что у наших людей есть свои идеи, мы много чего можем, мы, в принципе, образованная нация. И вот этот ресурс хотелось бы реализовать именно в собственном бизнесе, для того, чтобы люди создавали свое индивидуальное предпринимательство, свои частные предприятия, организации. В ходе реализации проекта для слушателей бесплатно организуют более полусотни образовательных мероприятий. Например, в области психологии, карьерного развития, повышения социальной ответственности, поиска работы, предпринимательства и создания собственного бизнеса. За время реализации проекта несколько его участников уже получили работу или возглавили собственное дело. Один из ярких примеров – история гомельчанки Светланы Сверской. Женщина после ликвидации предприятия около полугода не могла подыскать работу по специальности. Найдя объявление об очередной подходящей вакансии, тут же связывалась с работодателем. Но каждый раз что-то не получалось. Получив несколько отказов, уже совсем была пустью в руки, Светлана случайно нашла в интернете информацию о бесплатных семинарах в Политехническом университете как раз для таких, как она. В результате женщина получила необходимое коммуникативное знание и нашла работу. На курсах я приобрела именно, вот именно на курсах, навыки, как преподнести себя, как свое время лучше использовать в работе. Значит, там с многими агентствами мы были, нас познакомили, тренеры очень все квалифицированные и грамотные со стажем работы. А студент Белгута Денис Маляков, благодаря участию в мероприятиях проекта «Успешное трудоустройство», открыл собственное дело. Теперь он владелец интернет-магазина. В отличие от Светланы, о проекте узнал по сарафанному радио, подсказали друзья. И теперь молодой человек не пропускает ни одного тренинга и семинара. Я, ну, в последнюю очередь туда зашел, в эти двери, и, ну, в принципе, мне понравилось, я там остался до самого конца. Ничего не пропускал. Старался по мере возможности все посетить, и у меня это получилось. Пообщавшись с ними, понимаю, что это не так уж трудно. Главное действовать. И нам дали рабочую схему, как достичь кратчайшие сроки. И, в принципе, это сработало. Мы попробовали, и все выстрелило. И последняя новость выпуска. 4 и 18 октября в Гомельском горосполкоме пройдут аукционы. На торги выставят 5 земельных участков для продажи в частную собственность. 4 октября будет выставлен только один лот. Земельный участок расположен по улице Витебской. 18-го – 4. Два из них находятся на пересечении Гвоздичной и Аграрной улиц. По одному – на проселочной улице и в поселке Новая жизнь. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 3109-48 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. Или 4197-86 – это Гомель-Геодесцентр. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...